В Сочи стартовал массовый набор в казаки. В целом же на Кубани должен быть как минимум 1 миллион казаков. Такова цель краевых властей, а все ради возрождения и подъема нравственных устоев в регионе. Здравствуйте, я Инга Габешия и эта программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. О том, что Кубань должна вернуться к казачьему укладу жизни, прописана и в государственной программе Краснодарского края «Казачество Кубани». Задача программы – это повышение эффективности в вопросе привлечения новых членов казачьих обществ и патриотическое воспитание молодежи и сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и духовных ценностей кубанского казачества. Как краевая программа «Казачество Кубани» реализуется у нас в Сочи и как стать казаком? Мы спросим у нашего гостя, первого заместителя атамана Черноморского казачьего округа Кубанского казачьего войска Владимира Шамраева. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Добрый день. В Сочи действительно увеличивается численность казаков, но есть такое решение, есть такой план. Есть ли желающие и претенденты? Значит, поставлены задачи вице-губернаторам, атаманам войска, губернаторам Краснодарского края увеличения численности членов казачьих обществ для выполнения более эффективных задач, развития национальной культуры. Есть ли уже желающие, обращаются? Да, приходят ребята, обращаются, толковые есть, осмышленные. Многие, конечно, приходят с недопониманием, они надеются, что в казачестве деньги платят, а многие приходят по своему духу, по патриотизму. Ну вот почему, по вашему мнению, стоит вступать в ряды казачества? И как это можно сделать? Наверняка многим сочинцам интересно узнать. Ну, сделать это элементарно. Это надо, прежде всего, прийти к нам, обратиться в одно из казачьих обществ, в том районе, где человек проживает. А что для этого надо? Это, во-первых, он должен быть, в первую очередь, патриотом своего города, Кубани. Потому что многие задачи, которые выполняет казачье общество, она все выполняется на общественных началах. У нас единственная на платной основе – это казачья дружина, которая помогает полиции. Все остальные мероприятия, ликвидация ГОЧС, последствия пожаров, наводнений, охрана общественного порядка – все это ребята принимают на общественных началах. Наставничество в школах, ну, все дела, которые полностью живет общество, это все на общественных началах. Это люди, которые в этом будут участвовать, они должны быть патриоты, прежде всего, своего города и своей родины. В объявлениях о наборе в казачье общество указано, чтобы стать казаком, необходимо достичь совершеннолетия и иметь местную прописку. Действительно ли этого достаточно, чтобы стать казаком? Нет, этого, конечно, недостаточно. Местную прописку желательно иметь то, что человек должен быть патриотом. Как он может быть, жить в Ростове, а быть патриотом города Сочи – это… Хотя в Ростове тоже казаки. Это не вяжется одно с другим. Возрастной ценз тоже есть, это с 18 лет. Значит, ну, сейчас делается меньше, потому что мы принимаем ребят до призыва в армию, и не в армию уже идут казаками. Потому что они служат в казачьих войсках, казаки ездят, помогают им там в частях. Как мы уже отметили, что одного совершеннолетия недостаточно, чтобы стать казаком, нужен и казачий дух. И вот какие еще критерии? Ну, опять же, еще раз я подчеркнусь, это патриотизм, однозначно. Патриотизм – это желание самопожертвовать собой, ставить свои интересы ниже интересов общественных. Подчинение, уважение старших. Мнение коллектива – это мнение казаков для рядового казака является законом. И какой испытательный срок нужно пройти, чтобы в итоге получить чин? Наверняка удостоверение казака выдается не сразу. Ну, чин – это звание, которое казак будет занимать в обществе. Это все зависит от его выслуха. Как он себя поведет, как покажет, как он активно будет работать, какие участия будет принимать, с какой самоотверженностью, самопожертвованием. А порядок у нас. Человек подает прошение. Это прошение согласовывается с священником Русской Православной Церкви. Дальше проходит беседа с председателем Совета Стариков Общества. Подписывают пару поручителей, человека два, которые подзнают этого человека, которые поручаются за него и которые будут нести, как говорится, ответственность за его грехи, если он что-то натворит. И после этого он приходит на правление этого общества, его там принимают с испытательным сроком. После того, как он пройдет этот испытательный срок, он будет принят в казакии. Испытательный срок длится по-разному. Все зависит от того, как человек покажет себя. Краевые власти заявили, чтобы возродить казачий уклад жизни, численность казачества необходимо довести до одного миллиона. Давайте послушаем мнение атамана и губернатора края. Необходимо, конечно, увеличение казачьих обществ, безусловно. Но не насильно, ни в коем случае не насильно тянуть там за полу черкесский, ты иди к нам в казачество. Нет. А своими делами, своими поступками, своим отношением к станичникам, к людям, которые проживают в хуторе или в районном центре, все делать так, чтобы люди к нам пошли. Это огромнейшая, колоссальнейшая ответственность. Вот за свою землю. Сегодня так, чтобы каждый мог сказать, что я готов отдать жизнь за свою малую родину, но далеко не каждый это сделает. Сегодня надежда только на тех, кто сидит в этом зале и кто носит казачью форму. Вот в чём вопрос. А наши должны поверить, на самом деле, в свою эту же самую землю, которая полита кровью предков. Полностью полита. Каждый клочок земли. В детей должны поверить, в будущее этих детей, каким мы им и внукам правнукам оставим эту кубань. Высокая планка, конечно, поставлена, Владимир Михайлович. Планка высокая, но она и большие задачи губернатор ставит перед кубанским казачьим войском. Это и охрана общественного порядка, и охрана границ, и ликвидация последствий ГОЧС, пожаров, как я уже говорил. Дальше большая планка ставится вопрос на воспитание молодёжи в духе патриотизма, подготовка молодых ребят к службе в армии, создание клубов, детских, юношеских, ансамблей, военно-патриотических. То есть очень большая ставится задача, большие работы, в первую очередь и наставничество, я напомнил, это очень важно. Дальше ставится задача о охране муниципальных объектов, школ, садиков в первую очередь. Это тоже перед казаками ставится такая задача. Как уже было отмечено, увеличение численности казаков необходимо для возвращения казачьего уклада жизни. Вот многое уже было вам и сказано, но всё же, что имеется в виду? Вернуть нравственные принципы и традиции наших предков, то есть уважение к старшим, к труду, или это что-то ещё? Ну, вы знаете, полностью мы традиции, надо смотреть, реально уже не вернём. Мы живём в другом, как говорится, в другом времени. Но стремиться к этому надо. Это первое, с чего я хотел бы подчеркнуть, это, я считаю, мы должны начать с уважения к старшим. Потому что традиции возвращаются только после того, когда мы вспоминаем свои корни. Ни одно дерево без корней, листва с него быстро отсыпется. Поэтому корни, уважение к своим корням, уважение к традициям. И по возможности, как говорится, возрождение того, что было, но уже в современной, как говорится, в современном этапе. Ну, здорово, что вы так мыслите. Почему-то бытует мнение, что в казаки идут исключительно безработные. Так ли это на самом деле? Ну, я бы поспорил с этим мнением, потому что приходят в основном... Тут, понимаете, очень сложно сказать, как бы сложно объяснить некоторым людям, которые меня спрашивают. Вот почему человек, убеленный уже сединой, одевает после работы форму, идет заниматься в казачьи классы, где есть группы, крючки казачьей направленности. Идет, занимается, беседует с детьми, объясняет, свои выходные тратит. Тоже тяжело объяснить. Дальше молодые ребята, здоровые, крепкие, которые работают, многие даже работают и в спецподразделениях, имеется в виду, и в органах МВД. МВД, ну, во многих структурах после своей службы они все равно занимаются казачьими делами. В ущерб своей семье. Ну, что они понимают. Поэтому сказать, что только ради денег идут, ну, это приходят единицы, и они быстро отсеиваются. Они пришли, знаете, как... А что, денег не даете? Нет. Земли не даете? Нет. Ну, развернулись и ушли. Это... Случайные. Это случайные люди, они нам не попутчики. Давайте скажем прямо, многие сочинцы, решившие вступить в ваши ряды, не воспитаны в казачьей культуре. Поэтому такой вопрос, вот как сделать не из казака, казака, корочка и форма, это ведь полдела. А что вот с содержанием? Как насчет казачьего духа, опять-таки, нравственных устоев? Вот ведется ли вами какая-то работа в этом направлении? Ну, форма – это вообще ни о чем. Одеть форму – это не значит стать казаком. Казаком надо родиться. Если ты не родился казаком, им ты должен стать. Чтобы стать казаком, тебе надо пройти в общество и делать то, что делают твои, как говорится, старшие братья. Что-то учить, что-то принимать на веру, что-то самому догадываться. Но полностью принимать все наши законы, наши уставы. Когда человек это примет, пойдет, вольется в наш коллектив, он станет, будет участвовать во всех тех мероприятиях. Так же, как говорится, беспрекословно и безропотно, как делаем это мы, он станет в наши ряды. А вы поможете и поддержите. Конечно. Для этого старшее поколение всегда в казачестве этим делом и занималось. Казаки – исторически очень верующие люди. Сейчас вера является основой для принятия в казаки. Все-таки казачье общество – это необычная общественная организация. Безусловно. Безусловно. Во-первых, даже если взять историю, на первом месте у казаков было за веру, а потом уже за отечество. Поэтому прошение о вступлении в общество у нас начинается с беседы со священником Русской Православной Церкви, который дает свое благословение на вступление в казачество. Все-таки осталась эта традиция. Казаков жители края должны видеть везде. В школах, в больницах, на остановках, на маршруте по охране общественного порядка. Так считают краевые власти. Но вот мы в Сочи привыкли видеть казаков лишь помощниками полицейских. Скажите, в какой работе сегодня еще задействованы казаки? Я бы не сказал не помощниками полицейских, а совместное патрулирование, охрана общественного порядка. А, ну, может, не видим на улице, потому что, как я уже говорил, занимаются воспитанием подрастающего поколения в школах, в классах казачьей направленности, в группах, в детских садиках. Участвуют в организации, в ликвидации последствий всевозможных, ГОЧС, пожары. То есть жизнь течет, люди работают. Мы охраняем, у нас есть дружина по наркоконтролю. Поэтому, как бы, это те люди не всегда, что границу вы не увидите, наркоконтроль тоже. Не всегда работа должна быть видна. Да, да. Главное, что она проводится. Казачьи охранные предприятия, действуют ли они в Сочи? По краю уже сотня школ и садов под наблюдением казаковых охранников. Да, это казачья организация Пластуны. И сейчас у нас ведутся переговоры, заключаются договора. С января месяца поставлена задача, чтобы брали под охрану объекты муниципальной собственности. С этого года во всех школах Кубани должны быть открыты казачьи классы. Ко всему прочему, на Кубани может появиться и Кубанский союз молодых казаков. Это такое новое патриотическое объединение. То есть у вас будет много юных помощников. Ко всему прочему, вы являетесь шефами нашей 10-й казачьей школы. Наверняка и других общеобразовательных учреждений. Вот в чем выражается это шефство? То, что вы приходите к ним на праздники, это, конечно же, здорово. Но, как известно, чтобы ребенка чему-то научить, нужен ежедневный труд. Это действительно, это на праздники, это уже как бы праздничное мероприятие. А есть кропотливый труд каждый день. Ну, может быть, это не каждый день, в зависимости от процесса образования. Цикл, который у них там свой, ну, выделяется время, наставники беседуют. В каждом классе есть свой наставник, который отвечает на все интересующие вопросы, рассказывает что-то по истории, рассказывает о современной, как говорится, деятельности. У нас очень много повиновений всевозможных, где почитается память погибших казаков. Все это им рассказывается, доводится, то есть руководство, все, кто атаманы, где, что находится. То есть все, как говорится, разъяснительную работу, это не видно ее, а ее надо детям объяснять. А как часто вы встречаетесь, как вы говорите, со своими братьями? Ну, наверняка вам нужно обсудить проблемы, вопросы. Раньше в станицах был казачий круг, где кого-то могли осудить, кому-то выражали недоверие. Вот понятно, что сегодня немного иначе все происходит, но все же вот как? Да вы знаете, практически это все так же и осталось. В перерывах общим, как говорится, главным органом управления любой организации является круг, который проходит раз в год. В любом районном обществе это согласно уставам. В перерывах между кругами есть правление. Вот у нас в Сочи, чтобы корректировать работу всех четырех обществ, создан Совет Атаманов, в который входят все четыре атамана районных казачьих обществ. Там решаются все текущие вопросы, обсуждаются, потому что в деятельности все принимаются решения. А на кругу, как было, так и есть. Там могут и отпороть за невыполнение традиций и обычаев. Вот оно как. Интересно. Ну, текущие вопросы, да, все это понятно. А есть ли семейные мероприятия у казаков? Или вы собираетесь исключительно мужским коллективом? Такого нет, потому что семья – это наш оплот. Без семьи, ну, все, как говорится, сильные мира, все воины говорят, что без тыла. Ну, без тыла нет ничего. Поэтому… Собирайтесь все вместе. Собираемся семьями. Естественно, не так часто, как хотелось бы. Ну, собираемся семьями. Выезжаем где-то на какие-то праздники, мероприятия. Летом это проще делать, тем более с нашими местами. Поехали, выехали где-то на природу, посидели, пообщали, устроили соревнования. Женщины пока, как говорится, занимаются женскими делами. Казаки устраивают соревнования по метанию ножей, шашками, нагайками. То есть, ну, как говорится, казачья многоборья. И она весела и интересно проходят такие мероприятия. Здорово. То есть, есть и вторая сторона, не только общественная работа. Конечно. Без этого объединяет людей эта духовность. А там на природе собрались, попели песни обязательно. У нас есть свои ансамбли. В Адлеровском районе, в Хостинском районе сейчас создается уже. В Адлерово, в Лазаревском, там вообще они ребята. Гимн Черноморского округа сами сочинили, исполнили. Интересно. А вот не за горами еще и 4 декабря, день матери казачки. Вот как вы думаете, почему выделен именно вот такой день? Ну, во-первых, мы на Кубани живем. Ну, а казачка, это, наверное, про нее сказали, что коня на скаку остановит, в горячую избу войдет. Поэтому все устои, порядок в семье исходит от казачки. Потому что на ней с покон веков было все ведение домашнего хозяйства. Хорошо, что в этой текущей работе есть и праздники, а еще есть и парады. В Сочи парад казаков намечен на День города, а в Краснодаре они проходят достаточно часто. И это всегда большой праздник. Давайте посмотрим видеоматериал. Безвольного казачьего духа Кубани сякнет. А значит, вам нужно снова поверить в себя, поверить в свои силы, поверить в свой народ. Именно вы, казаки, должны стать для своих земляков опорой, образцом нравственности и веры, образцом безграничного служения своей Родине, своему народу и великой России. Слава Кубани! Слава России! Слава кубанскому казачеству! Мы гордимся тем, что несем абсолютно все виды государственной службы, которые определил для российского казачества федеральный закон. Оберегаем покой жителей наших городов и станиц. Наша добросовестная служба совместно с сотрудниками правоохранительных органов получила самые высокие оценки на государственном уровне. А много ли казаков примет участие в Сочинском параде? И как это вообще будет выглядеть? Я с первых дней в казачестве на все парады принимаю активное участие во всех парадах. Я являюсь первым заместителем атаманового округа Черноморского. Поэтому здесь 19 числа по традициям уже будут опять проведен парад казачьих войск Черноморского округа, в котором будут участвовать примерно около 600 человек казаков, которые пройдут торжественным маршем от Театральной площади до Южного Мола парадными расчетами со знаменными группами. Парады не всегда зрелищно смотрятся, потому что недаром говорят, что форма мужчина украшает. Поэтому я приглашаю всех принять участие, посмотреть. Какое место казачество занимает непосредственно в вашей жизни? Ну, казачество – это, во-первых, моя жизнь. Я потомственный казак. Всю свою, с самых первых дней возрождения казачества, я принял активное участие в этом деле. У меня прадед был казак, дед казак. Я родословную свою знаю до пятого колена. И, как бы это было не парадоксально, моя прабабушка умерла, мне было 30 лет прабабушка. Поэтому она мне очень много всего рассказывала. И я мне был источник, откуда все это подчеркнуть, все наши обычаи, традиции. Сейчас я в данный момент стараюсь все это, что перенял от своих предков, стариков, передавать молодым. Где-то помогать, где-то советам, где-то делам. Ну, это не работа. Это духовный порыв. Это жизнь просто как… Ну, здорово. Близится конец года, можно подводить итоги. Расскажите о результатах работы сочинских казаков и о планах на будущий год. Ну, результаты работ наших казаков, они видны во всех отчетах. И мы, что даем отчеты, администрация города, ну, я не могу сказать, что не слышал ни одного совещания, где бы нас ругали. Мэр города с благотворенностью к нам относится. Он отмечает нашу помощь, помогает нам во всем. То есть у нас тесный контакт с администрацией города, теснейший. Сейчас вот управление по взаимодействию с казачеством создано. Куратор, замглавы Юрченко Сергея Валерьевича. Прекрасные отношения, работаем. Больше о нашей работе, наверное, скажут они, чем мы, потому что о своих, как говорится, достижениях, пусть чужие говорят о наших достижениях. А планы, планы выполнения, в первую очередь, тех задач и требований, которые поставил перед нами губернатор. Политика однозначно у него правильная, в нужном направлении. Мы ее полностью поддерживаем. Потому что, ну что такое Кубань? На Кубани это жили казаки. Мы всегда рады гостям. Пожалуйста, любой к нам приезжает, пусть с нами живет по соседству. Единственное условие, он должен принять наши обычаи и традиции. А, как говорится, притеснять мы никого не собираемся. Но и в обиду себя тоже у себя дома давать не будем. Поэтому мы полностью приветствуем политику губернатора. Как говорится, спасибо ему большое, что идет нам на встречу, на помощь. Выделяются земли, какие-то льготы даются. И мы постараемся не подвести его. К слову, набор в казачье общество еще продолжается. В том числе и с помощью сочинцев. В целом же численность казаков в крае должна достигнуть 1 миллиона. Тогда уж о традициях и обучаях Кубани уж точно никто не забудет. Владимир Михайлович, спасибо вам за интереснейшую беседу. И успехов вам в службе. Спасибо. Напомню гостям нашей программы. Сегодня был первый заместитель атамана Черноморского казачьего округа, Кубанского казачьего войска Владимир Шамраев. На этом я с вами прощаюсь. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И спасибо за внимание. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА